Эпидпорог в Ненецком округе превышен в три раза. На минувшей неделе зарегистрирован 1251 случай ОРВИ, из них 813 случаев заболевания у детей. Кроме того, за неделю выявлено 58 случаев гриппа. При этом, если раньше в группе риска находились прежде всего дети, то на прошлой неделе заболеваемость повзрослела. Самое высокое превышение эпидпорога в 3,9 раза отмечено среди взрослых. По сравнению с предыдущей неделей, рост числа заболевших ОРВИ составил по региону 56%, на Рейнмаре 63,5%. Существенно возросла нагрузка на детскую и взрослую поликлиники и службу скорой помощи. Основная задача окружных медиков сегодня – качественное лечение заболевших и предотвращение и профилактика новых случаев заболеваний. Основным источником заболеваний острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом являются какие-то массовые мероприятия. Да, массовые мероприятия – это школы, это детские садики и общественный транспорт. Общественный транспорт никуда не деть, он как использовался, так и будет использоваться. Но по школам, садикам надо предпринимать определенные шаги. Определенные шаги в этом направлении уже предпринимаются. Эпидситуация не могла естественным образом не отразиться на образовательном процессе региона. Первые группы и классы в учреждениях начали закрываться на карантин еще на прошлой неделе. На сегодня полностью приостановлен образовательный процесс в школе-поселке Искатели, в детских садах в Красном, Амдарме, Великовисочном и Куе. С 3 февраля на внеплановые каникулы полностью уйдет четвертая школа. Частично образовательный процесс приостановлен в 19 классах четырех школ Нарьинмара и 35 группах 13 детских садов региона. Эпидситуация в регионе находится на контроле всех профильных служб и ведомств. Еженедельно Департамент здравоохранения и социальной защиты населения округа проводит мониторинг наличия лекарств в аптеках региона. По словам руководителя ведомства, запасов медикаментов, в том числе противовирусных препаратов и изделий медицинского назначения в регионе, в достаточном количестве. Что касается обеспечения лекарствами, то в аптеке был перерыв с масками, в настоящий момент маски закуплены и есть в аптеке. При этом, если для сравнения, в прошлом году за первый квартал было продано 1400 масок примерно, то в этом году более 20 тысяч. И дополнительно закупленные маски они поступили. Что касается лекарств для лечения гриппа, в аптеке есть лекарства для лечения гриппа, в том числе и гриппа H1N1, но они будут выпускаться четко по рецептам врача в случае подтверждения диагноза. По словам Нинель Семяшкина, сегодня в аптеках региона наблюдается только дефицит оксалиновой мази. Отмечу, что такая ситуация сложилась сейчас по всей стране. Недостатка лекарственных препаратов нет и в населенных пунктах региона. Но об этом доложили главы поселений. Эпидситуация во многих муниципальных образованиях близка к идеальной. Тем не менее, на всей территории региона действует режим карантинно-ограничительных мероприятий. По словам главного врача Нинецкой окружной больницы Андрея Дедова, выполняя весь комплекс необходимых мер, можно добиться снижения эпидпорога и количества вновь заболевших. Надеюсь, что уже через одну-две недели мы будем иметь какой-то небольшой спад. Потому что по опыту работы, пик заболеваемости, он проходит несколько недель, а период превышения эпидемических порогов у нас уже две недели как в округе есть. Чтобы пережить пик заболеваемости и не заразиться, врачи рекомендуют предпринимать простые профилактические меры. Избегать контактов с больными людьми, мыть руки с мылом или антибактериальными средствами для предотвращения распространения инфекции, закрывать нос и рот во время кашля и чихания, избегать большого скопления людей, регулярно проветривать помещения и вести здоровый образ жизни.